А с кого вообще все начиналось? Кого мы можем назвать первым правозащитником на Руси? Реставратор, историк и правозащитник, один из основателей Руси сидящий, Сергей Шаров-Доланы считал, что первым правозащитником был Даниил Заточник. Нет-нет, не от слова заточка, это холодное самодельное оружие опасного заключенного, а от слова заточение, заточник. Мы мало что знаем о Данииле Заточники, даже не знаем, был ли он на самом деле. Если был, не литературный ли это псевдоним, причем коллективный. Возможно, под этим именем скрывался Кирилл Туровский, которого преследовал такой известный и довольно вздорный князь Андрей Боголюбский. Как бы сказали сейчас, преследовал по политическим мотивам. А может быть, Даниила, вернувшегося из Орды с неким мешком зелья, сослал заточение в нынешнюю Архангельскую область на лаче озера Папаша Боголюбского и основателя Москвы Юрий Долгорукий. Ибо много себе Даниил позволял, речь всякие свободные произносил и вообще, раз из Орды, так точно значит иностранный агент и нежелательный элемент. В общем, там было кому сослать и заточить человека очень свободномыслящего, творческого, оторвавшегося от своего общественного стандарта, которого академик Дмитрий Лихачев называл одним из первых интеллигентов Древней Руси. А раньше его так называл Белинский, неистовый виссарион. Что такого сделал Даниил Заточник? Дальше все предположительно. О нем осталось больше легенд, чем источников. Есть два текста. Слово Даниила Заточника и моление Даниила Заточника. А есть еще версия, что он мог быть автором слова о погибели русской земли и сказания о подвигах и жизни Александра Невского. Если так, то он мог приложить руку к большой фальсификации истории, ибо Невский, как известно, в большой степени пиар-продукт, приграниченный вполне разбойный князь, поднявшийся на том, что собирал с русских земель дань и отвозил ее во Орду. Но не будем приписывать эту сомнительную историю Даниилу Заточнику, ибо это не точно. Что там с самим Даниилом Заточником? Итак, он был заточен, ибо шибко умный, и он просит князя вернуть его, ибо сие невыносимо. Кстати, он сразу же рассматривает и отвергает вариант жениться на богатой. Недолго упражняется в остроумии по поводу злых жен, зато хвалит добрых. Однако до гендерного равенства еще почти тысячи лет. Скажем, ему сдержано спасибо, что не желает жениться просто так. Собственно, весь его пафос сводится к мысли, собственно, с чего бы. И вот дальше интересно. Он, как бы сказать, отстаивает право личности быть свободной. Жалуясь на жизненное обстоятельство, он отстаивает право образованного человека на достойное существование. Да, он нищий, но это нищий мудрец. Нижбу мудр, аки златов, калий и судни. Он защищает человеческое достоинство, он требует к себе уважения и развивает мысль, что с его талантами он мог бы проявить себя и занять достойное место в обществе. Однако с клеймом политзаключенного, иностранного агента и нежелательной организации, ну или как там это все на древнерусском языке, не может этого сделать. А не хорошо так с образованными, думающими и творческими людьми разбрасываться ими, не на пользу это тому, что значительно позже станет страной, государством и обществом. Впрочем, гражданским обществом и сейчас не стало, но всего какая-то тысяча лет прошла.